Любители огорода, тишины и свежего воздуха уже давно открыли дачный сезон. Правда, погода за окном пока не радует весенним солнцем. Но поморские дачники нашли выход. Для спасения рассады используют всевозможные препараты от стресса и агроматериалы. Для ускорения роста стимуляторы, минеральные и органические удобрения, среди которых куряк и биогумус. Также дачники используют кокосовый торф и вермикулит. В магазине «Пчелка» сотрудники помогут определиться. Грамотные и опытные продавцы. Все имеют свои дачи, огромный опыт выращивания всего. Работаем мы через прилавок, мы работаем с каждым покупателем индивидуально. Дадим ответ практически на любой вопрос, подскажем, поможем, никто не останется без внимания. Опытные северяне уже привыкли к холодному маю и приспособились выращивать овощи в любую погоду. Например, у дачницы Анны Беляковой в теплицах уже взошла рассада огурцов, помидор и перцев. Но на этом она не собирается останавливаться. В теплице рассада растет, да. Георгины, там, васильки, календула, бархатцы, все растет. Анна Белякова уверена, у нее обязательно все вырастет, потому что в обиходе используют сварные теплицы последнего поколения, сделанные из поликарбоната и оцинкованной стали. Анна Степановна купила их в магазине «Пчелка». В теплицу зелень посажена, огурцы растут уже, третий листочек дают, так что это все закрыто карбонатом, карбонатовой, вернее, теплице закрыто с подбондом. Сварные теплицы стали популярны на Севере благодаря их прочности и стойкости. Поликарбонат сохраняет воздух внутри теплицы, также обеспечивает оптимальное для растений светорассеивание, защищая их от прямого воздействия солнечных лучей, при этом пропуская до 90% света. А прочный сварной каркас позволяет дачникам использовать теплицы долгие годы. Приобрести их вы можете в магазинах фирмы «Пчелка». Адреса на ваших экранах. Екатерина Исакова, Владимир Орлов, Архангельское телевидение.